друзья привет меня зовут евгений это проект географии инвестиций мой публичный портфель который мы начали собирать в 2021 году и так подведем итоги апреля который уже закончился сегодня я снимаю это видео 1 мая поэтому давайте подведем итог апреля и посмотрим что у меня в портфеле что изменилось что я докупил что продал поехали и так в апреле у меня по сути ничего не происходило с портфеля просто не было поэтому мы остались тех же бумагах единственную позицию которую я закрыл в апреле это была компания brister myers продал ее по 65 долларов за акцию покупала ее по 60 продал ее 16 апреля данный момент мы видим то что акция снова тестирует отметку в 60 на данный момент спустилась до 62 долларах 42 цента 23 апреля я пополнил брокерский счет еще на 140 тысяч рублей и часть этих денег я вложил в компанию интерау у интерау планируется закрытие дивиденда 5 июня 2021 года доходность составляет три целых шестьдесят восемь сотых процента поэтому мы будем его держать до закрытия дивиденда так же как я и говорил в предыдущих видео про компанию этот нефть то что она не закрепиться выше 600 руб рублей и все равно она сходит к 500 и поэтому когда бумага достигла 500 рублей я открыл новую позицию поток нефти открыл ее на 15 тысяч рублей это 30 акций поток нефти вышла новость то что в июле они закрывают дивиденды дивиденды составляют 22 рубля 24 копейки на обыкновенную акцию это четыре целых тридцать восемь процентов доходности по бумаге также я купил 40 акций так нефть привилегированная покупал я ее по 460 на 18 тысяч с половиной примерно рублей по привилегированным акциям также будут дивиденды закрытия 7 июля 2021 года доходность 22 рубля 24 копейки в процентов это четыре целых 76 процентов доходности по бумаге также еще к сожалению я поспешил и докупил позицию по нлмк очень высоко взял проект почти на максимуме после чего цена немного скорректировалась вниз но я думаю все равно мы увидим рост по нлмк тоже закрытие дивидендов 7 мая 2021 года доходность 7 рублей 25 копеек процентах это 2,73 процента и также 21 июня 2021 года будет еще одно закрытие реестра акционеров доходность 7 рублей 71 копейка доходность составляет 2,9 процента по бумаге нлмк мы будем пока держать если будет еще снижение я думаю все таки докуплю еще и уравняю полиметалл я тоже усреднил ну точнее я не усреднил я увеличил позицию так как по компании полиметалл тоже в мае закрытие реестра акционеров так что держим бумагу и ждем закрытие дивидендов пока продавать ее не будем также я увеличил позицию по русаграм теперь у меня в портфеле 10 акций ну это всего восемь тысяч девятьсот шестьдесят рублей по русаграм не пришли дивиденды на момент закрытия реестра у меня в портфеле было всего четыре бумаги и выплата по дивидендам получилось четыре доллара то есть на одну бумагу пришлось доллар это дивиденды я думаю это неплохие дивиденды и посмотрел статистику отчеты по русаграм все у них крайне красиво но почему-то роста нету она в узком диапазоне восемьсот девяносто девятьсот десять ходит и но я думаю все таки мы увидим выше тысячи рублей за одну акцию по компании русагра также я продолжал держать компанию файзер об файзер закрытие реестра дивидендов состоится 5 мая 2021 года доходность конечно небольшая всего один процент в долларах это тридцать девять центов на одну акцию у меня их в портфеле на данный момент 6 штук компания мерк под конец апреля показала снижение мы ушли ниже семидесяти трех и на семьдесяти трех я именно докупил еще две акции в свой портфель дивиденды ожидаются где-то скорее всего в июле или в июне 11 до скорее всего 11 июня будет закрытие но пока этой информации я не могу найти по дивидендам когда именно по компании мерк будет закрытие реестра акционеров кэшом у меня еще около 47 тысяч рублей будем докупать скорее всего будем искать еще новые идеи куда можно вложиться рынок сейчас очень дорогой но рынок он он какой-то новый то есть мы видим то что есть небольшие коррекции и вот в конце апреля мы ее увидели но я также думаю что будет еще опять рост что касается детского портфеля то там без изменений все и все те же компании бри бристр маерс total держим ну пока мы не пополняли этот счет и в ближайшее время еще не будем поэтому то что есть то есть будем держать и смотреть он подразумевается под дивиденды поэтому при следующем пополнении мы купим еще кого-нибудь дивидендную акцию и так давайте подведем итог в конце апреля мы увидели снижение я думаю это все таки не такая глобальная коррекция которую все ждут но опять же рынок стал более осторожный стали меньшие объемы и скорее всего вот эти продажи то что мы видим это фиксация прибыли перед праздниками которые у нас в россии оказались аж 10 дней наш президент подписал приказ или указ кому как удобно и в общем россия отдыхает 10 дней даже 11 1 по 11 мая торги на бирже будут проводиться тоже посмотрим может что-то и докупим но я думаю на праздничные дни только america будет будет полноценно торговаться поэтому весь наш взор будет направлен на акции американских компаний ну то есть на зарубежные на те акции которые торгуются на спб бирже и все-таки я думаю что ближайший месяц 2-3 ну то есть май июнь июль какой-то глобальной коррекции не будет мы уходим плавненько в боковик так как большинство компаний закрывают своим реестре акционеров будут выплаты дивидендов поэтому до августа я думаю можно спокойненько сидеть в акциях ничего не покупать ничего не продавать и получить именно доход от дивидендов а вот август скорее всего мы увидим уже какое-то снижение вниз август сентября вот на мой взгляд это будет полноценная большая глубокая коррекция к этому времени я планирую освободить кэша чтобы на коррекции докупать новые интересные бумаги на этом друзья все спасибо что досмотрели до конца внизу в описании и ссылка на открытие брокерского счета ставьте лайки пишите комментарии увидимся на проекте географии инвестиций на канале вселенная beautiful world всем пока а и Продолжение следует...